хари кришна всем кто любит аккумуляторные батареи частенько задают вопрос нужно ли откручивать пробки при заряде аккумуляторной батареи так вот для того чтобы открутить пробки надо взять копеечку подходящего размера или что-нибудь круглые и тогда простенько их открутить но дело в том нужно ли их откручивать или не надо быть или не быть как говорил классик так вот давайте разберемся все-таки надо откручивать или не надо откручивать если возьмем старую совдеп литературу то там написано что при заряде аккумуляторной батареи надо обязательно открутить пробки современных инструкциях этого требования нет почему так почему это требование пропало и почему в современных аккумуляторах пробки можно не выкручивать если вам не лень то можете конечно и открутить но если особой необходимости нету то можно и не откручивать так вот почему старых инструкциях еще советских обязательное требование откручивать вентиляционные пробки дело в том что тогда конструкция аккумуляторов была другая аккумуляторы были эбонитовых корпусах сверху были пробки вентиляционные при том вентиляционные отверстия было в каждой пробке вот как на этом аккумуляторе красный цвет пробки это значит пробка имеет вентиляционные отверстия если возьмем черную пробку, то вентиляционного отверстия не будет. Эта пробка глухая. Вот так, чтобы виднее было. Одна с вентиляцией, она красного цвета. Другая глухая, без вентиляции. Она черного цвета. Тоже часто спрашивают, как правильно разместить эти пробки с вентиляцией. То ли крайними, то ли средними, то ли посредине. В принципе, без разницы. Как поставить, а так и будут стоять. Ну, конечно, лучше их ставить симметрично. Либо они будут стоять обе крайними, либо средними, либо как здесь стоят по центру. Нежелательно, чтобы одна пробка стояла по центру, а другая, красная пробка, допустим, стояла здесь, с самого краю. Потому что расстояние от банок к вентиляционным отверстию, тогда получается разное. С этого большого вреда, конечно, не будет. Ну, вроде как, правильно ставить их симметрично. Так вот, вернемся к конструкции старых советских аккумуляторов. Корпуса ибонитовые. Пробки с вентиляционными отверстиями, вентиляционные отверстия в каждой пробке. Крышки пластиковой нет. Тогда была битумная заливка. То есть, аккумулятор собирался в ибонитовом корпусе, а сверху заливался битумной заливкой, которая затвердевала и, соответственно, приобретала герметичность, прилипала к ибонитовому корпусу, к свинцу выводных клемм и получалась у вас герметичная емкость. Но дело в том, что при заряде в аккумуляторной батарее идет электролиз, выделяется газ, водород и кислород, и, соответственно, в корпусе повышается давление. А еще старые советские нормы давали метод заряда аккумуляторных батарей на то время, потому что они были все сурмянистые, по постоянному току с кипением в конце заряда. Час-два кипения в конце заряда. И концом заряда аккумуляторной батареи считалось обильное выделение газов, что в свою очередь повышает внутреннее давление аккумуляторной батареи, и при этом стабильная плотность, которая не поднимается на протяжении одного-двух часов. Так вот, по той причине, что в аккумуляторной батарее поднималось давление при кипении, а обмазка битумная, которая служила вместо крышки, этого давления не выдерживала, то есть мастика отслаивалась, и тогда получался негерметичный корпус аккумуляторной батареи. Поэтому, чтобы не создавалось внутри аккумуляторной батареи излишнего давления рекомендовалось даже вернее не рекомендовалось обязательным было то что надо было выкрутить пробки вот и вся причина битумная заливка которая не выдерживала давление внутри аккумуляторной батареи вот поэтому советские инструкции обязательным порядком предусматривали то что надо при зарядке аккумуляторной батареи выкрутить пробки теперешние аккумуляторные батареи в полипропиленовых корпусах который имеет sps крышку то есть крышка которая имеет общий газоотводящий канал на все банки имеет совсем другие технологические требования корпус такой батареи полипропиленовый с такой крышкой sps должен выдерживать внутреннее давление не меньше 0,2 атмосферы то есть такой корпус аккумуляторной батареи выдержит внутреннее давление которое там создается во время протекания электролиза который неизбежен во время заряда аккумуляторной батареи ну иногда и разряда тоже поэтому современные аккумуляторные батареи могут выдержать внутреннее давление а значит крышки у них выкручивать при заряде не обязательно то есть можно не выкручивать если другими словами газа которые выделяются на электродах которые создают избыточное давление внутри корпуса батареи выходят соответственно через боковые вентиляционные отверстия с пламя-гасителем ну или как у этой аккумуляторной батареи через вентиляционные пробки вот и весь ответ на этот вопрос в современных аккумуляторах при нормальной зарядке при нормальной зарядке выкручивать пробки не обязательно вы можете их конечно выкрутить если вам не лень для того чтобы проверить уровень электролита или посмотреть в каком состоянии находятся ваши пластины побелели не побелели если там сульфат нету там сульфата для того чтобы воочию посмотреть если вам это интересно как идет у вас электролиз внутри аккумуляторных банок в принципе можете выкрутить и в общем то обязательно крышки на любом типе аккумулятора надо выкручивать если они есть конечно на аккумуляторе если вы используете форсированные режимы заряда это допустим вот такой режим как я рассказывал когда горка сульфата покрыла электроды надо ее разрушить и тогда дается на 60-ку допустим 120 ампер то есть большой ток при этом токи аккумуляторной батареи обязательно начинает очень сильно кипеть очень большое выделение газов при этом потому что пузырьком но потому что мы разрушаем горку сульфата механическим способом и в этом случае конечно пробки лучше выкрутить не то чтобы вентиляция не справилась она то справится но дело в том что кипение может быть настолько сильным что будет вентиляционные каналы забрасывать обмазку положительных пластин которые обсыпалась осыпание активных масс положительных электродов это нормальное явление при работе аккумуляторной батареи и является следствием естественно его износа поэтому если ваша батарея не абсолютно но это какая-то часть обсыпанной обмазки в нем конечно же есть и вот при обильном кипении вся эта муть поднимается в электролит плавает в нем и может забрасываться в вентиляционные отверстия вот эти отверстия так вот туда при обильном кипении может забрасываться шлам от осыпавшихся положительных пластин что явление соответственно не очень желательно и поэтому если работаете на таком режиме то конечно пробки лучше выкрутить во всех остальных случаях пробки можно не выкручивать вот такие дела так что современные батареи не требует откручивания пробок при нормальных зарядах ну теперь давайте поставим нашу батарейку на заряд опять же часто видео видно такую проволоку на кремах аккумуляторной батареи часто спрашивает зачем ты ее цепляешь чтобы зацепиться крокодильчиками зарядного устройства так я себе придумал и так делаю ну а сегодня было вот такой вот видео такой вот ответ на этот вопрос кому видео было интересно ставим лайк кому не интересно все равно ставим лайк потому что я очень жаден до лайков и не забываем подписываться на этот канал кто еще не подписался и обязательно оставлять комментарий кто еще его не оставил